Приветствую вас. Здесь нужно достаточно четко отделять одно от другого. То, что говорит вам ваша подруга, это может быть правда. А может быть и нет. Потому что подруга ваша видит вас по своей точке зрения, а мужчина видит вас с другой точки зрения. И вам не нужно обращать внимание как таковое на то, что говорит вам ваша подруга. Потому что она может говорить достаточно разные вещи. Но вам нужно смотреть на факты. А они, эти факты таковы, что вам 30 лет, а мужчины не хотят на вас жениться. И вот здесь кроется определенная особенность вашего, ну скажем так, поведения. Вашего позиционирования себя как женщины по отношению к мужчинам. Тут нужно обязательно оговориться, что для вас важно понимать, какой вы хотите быть женщиной для мужчины. Какой вы хотите, например, ему представляться. Какой вы хотите для него быть. И являетесь ли вы таковой по факту. Это очень важная оговорка. Дальше. Дальше. Если мужчина не хочет на вас жениться, значит он не воспринимает вас как свою спутницу жизни. Это означает, что вы ему не очень подходите. А это в свою очередь значит, что вы не отмечаете тем требованиям, которые, возможно, у него есть к женщинам. И тогда давайте попробуем подумать, какие основные требования к мужчине у вас и какие основные требования мужчин к вам, например, к вам. Потому что явно здесь наблюдается такой вот дисконанс, дисбаланс в требованиях. То есть вы хотите чего-то одного от мужчины, а мужчина вам, например, дать этого не может. И, собственно, у вас получается так, что вы не можете построить те отношения, которые хотели бы построить. Тут важно заметить, что мужчине с любой женщиной, если это, конечно, мужчина сильный, важно чувствовать себя таковым. То есть мужчине важно чувствовать, что он сильный, что он мужчина, что он решает какие-то проблемы, да, и так далее. И если вы не даете ему это сделать, если вы осознанно или не осознанно, это не столь важно, если вы не позволяете ему чувствовать себя таким, то, конечно, с вами он не будет. Просто потому, что он видит в вас не женщину, как таковую, а скорее соперника себе. И возникает, наверное, несложный вопрос. А зачем ему соперник, когда он искал женщину, допустим? И тогда к вам будет такая рекомендация. Определить для себя место в отношениях, которые вы хотели бы занимать. И далее стремиться к тому, чтобы соответствовать, или лучше сказать, чтобы привести свои характеристики, то есть ваши характеристики как женщины, в соответствии с этими предпочтениями о позиции в отношениях с мужчиной. Если вы, например, хотите быть в отношениях ведомой, то, соответственно, надеюсь, вы понимаете, что нужно учиться как минимум быть слабым. Если вы не будете слабым, то откуда взяться этой позиции, в позиции ведомых. Если вы хотите быть ведущим в отношениях, то вам не нужно учиться как минимум быть слабым, но вам нужно найти себе, подобрать такого мужчину, который был бы готов занимать такую позицию, то есть в позицию ведомого по отношению к вам. И если, если такого мужчину вы найдете, то вы будете счастливы. Понимаете, проблема заключается в том, что вы, наверное, сами для себя вот с этим не определились до конца. Чего же вы хотите от отношений с мужчинами, какой позиции вы придерживаетесь, и, собственно, какой вам нужен человек рядом. Дальше. Вы говорите прямо в начале своего сообщения о том, что, ну вот, мужчина не хочет на вас жениться. Вы знаете, вот возникает такой вопрос, даже не вопрос, а замечание, скорее. Для вас важен брак. То есть вам нужно выйти замуж за мужчину. Ну, понятно, за подходящего мужчину, понятно, за того мужчину, который бы вам понравился бы и так далее. Это все безусловно ясно, но вы как хотите выйти замуж. Давайте подумаем, а зачем вы хотите выйти замуж? Для чего вам выходить замуж? Что даст вам вот это? То есть, что даст вам получение статуса замужней женщины? По вашему, опять же, мнению. Почему я об этом спрашиваю? Дело в том, что, когда вы говорите о том, что желаете выйти замуж, вы как бы тем самым не только строите идеальный образ своего брака, то есть, по сути дела, вы видите свой брак в неком таком идеальном ключе, и это мешает вам воспринимать адекватно реальное положение вещей реальных людей. И из-за этого, вполне может быть, у вас не выстраиваются отношения. И, во-вторых, вы сами, самому мужчину, вы воспринимаете как средство для достижения своей цели. То есть, как средство для обретения статуса замужней женщины. А поскольку мужчинам, да и вообще кому бы то ни было, не нравится, когда их воспринимают как средство, то, возможно, отчасти поэтому еще у вас не получается построить отношения. Понимаете, и брак, и дети в отношениях – это то, что является естественной формой развития взаимодействия между двумя людьми. А вы, получается, ориентируетесь на то, чтобы выйти замуж. И мужчину подбираете такого, чтобы выйти за него замуж. Но при этом вы игнорируете тот этап отношений, ту ступень отношений, которая в обязательном порядке присутствует перед замужем. Да, я понимаю, что вам 30 лет. Я понимаю, что вы, может быть, опасаетесь, что вообще не выйдете замуж и не зададите семьи. Но своим действием вы рискуете еще больше усугубить ситуацию. Человека нужно воспринимать как самоцель, а не в качестве средства. Тогда у вас есть шансы, реальные шансы построить отношения с мужчиной. Условно, не выйти замуж, не родить детей. Потому что этого может быть, этого может у вас и не быть. Потому что мы не знаем, как у вас складываются отношения с людьми. Но вне зависимости от этого, отношения с мужчиной вам необходимы. Это отношения крепкие, отношения прочные, надежные. И вот тогда у вас, я думаю, все будет хорошо. Не забывайте о том, для чего вам нужен брак. Вот именно лично вам уверен, то, ради чего вы хотите выйти замуж. Вполне можно получить напрямую, другим способом, не обязательно через замужницу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего вам доброго и удачи!